Девушка задает мне вопрос, почему я должна заботиться о своем молодом человеке, если он обо мне не заботится. Прежде всего, вы не должны. Это просто нет такой опции, чтобы кто-то пришел и сказал, что вы что-то в этом плане должны. Поэтому вы как-то освободите себя от необходимости долженствования. Помните, главное, что если в отношениях вы выясняете, кто кому чему больше дал, то в целом это уже не отношения, а это некая торговля. Такая опция тоже возможна, но тогда вы должны на берегу договариваться о том, кто чему что дает, и дальше или соглашаться, или не соглашаться на эти отношения. Самое опасное в отношениях исходить вообще в принципе с формулировки «ты мне должен», «я тебе должна» и так далее. Потому что в такой формулировке вы неизбежно будете попадать в ловушку когнитивного искажения, которое получило название «эффект владения». То, что когда вы что-то должны кому-то, вы это отдаете, свое, это как с долгом. Берешь в долг чужие, отдаешь свои. И вы сразу начинаете мериться, и ощущение того, что вы точно недополучаете. А как только вы недополучаете, вы обижаетесь. Как только вы обижаетесь, вы требуете еще большего в ответ. И это такая эскалация взаимных требований, которая неизбежно приведет к тому, что вы друг в друге будете разочарованы. Отношения — это все-таки вин-вин. Это когда каждый из вас дает столько, сколько он испытывает потребность дать, и этого достаточно вашему партнеру. Если партнер будет требовать большего, то рано или поздно вы друг друга возненавидите. Поэтому где-то даже, мне кажется, в отношениях имеет смысл поумерить собственные требования и ожидания. И ценить то, что дается, и благодарить за то, что вам дается. Потому что как только вы начинаете благодарить за то, что вам дается, вам хочется больше дать. А хочется вам больше дать, вы больше получите. В общем, короче говоря, вы как-то из позитивного ключа подумайте об этом, и жизнь ваша станет точно лучше. Субтитры делал DimaTorzok